Правила поведения во сне. Первое, что нужно сделать перед тем, как вы легли спать и решили засыпать, представить себя окутанным белым светом с ног до головы. Если представить себя белым светом окутанным не получается, можно представить, что вы легли в огромную ракушку и закрыли ее створку сверху. Это называется защита на ночь. Второе, если снятся близкие родственники, неважно, ушедшие в мир иной, либо живущие в мире этом, и что-то вам предлагают, да неважно, даже предлагают, или просто обязательно срывайте маски. Первый вопрос, спрашивайте, кто ты, либо покажи свое истинное лицо. Третье, никогда ни с кем не подписываем никаких контрактов во сне, никаких договоров, никаких обещаний никому не даем. Далее, если снятся животные, пусть даже близкие и приятные, к вашему глазу, все равно спрашиваем, покажи свое истинное лицо. Дело в том, что всевозможные сущие и всевозможные демоны жаждут нашей энергии и готовы приходить в наш сон под видом самых близких и родных людей и животных. Родной человек, поверьте, не обидится, если это был действительно он, и он останется в вашем сне. Если же это был призрак, сущ, демон, либо еще кто-то, что-то, можно сказать так, оно покажет свое истинное лицо, либо просто растворится в вашем сне. Вы меня спросите, ну как же, я же не умею во сне разговаривать и думать. Теперь, получив эту инструкцию, вы умеете, поверьте мне. Продолжение следует...